Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры. И перед тем, как мы прочитаем тексты из Священного Писания, над которыми будем размышлять, я хочу всем вам пожелать помощи и поддержки от Господа. Хочу укрепить вас в выборе и сказать, что вы сегодня правильно сделали, придя сюда на поклонение Господу. И Бог обещал благословить тех, кто ищет Его. Бог обещал послать силу, поддержку, вдохновение. И вы знаете, в Слове Божьем сказано, что те, которые надеются на Господа, они обновятся в силе. Нам необходимо это обновление, которое Господь желает дать каждому из нас. И пусть Он исполнит Своё обещание. Вы знаете, сегодня мы живем в мире, где всё очень быстро движется и меняется. И когда речь идёт о движении, очень важно контролировать скорость. И мы видим, что скорость повсюду, везде. Люди спешат, машины спешат, самолёты тоже быстро летят. Везде постоянная скорость, которая нас окружает. Но вы знаете, если скорость не контролировать, то можно прийти или приехать не туда, куда ты хотел. Ну или вообще не приехать туда, куда ты собирался. Наша дочь Инна сейчас имеет ученические права. И когда есть возможность, вот она ведёт машину, я ей говорю, Инна, вот смотри, вот знак, вот скорость. А вот здесь бывает полиция, которая меряет скорость. И вот так и произошло. Мы недавно ехали, утром не стояла полиция, которая меряла скорость. И они нам просто помахали ручкой. И сирену они нам вслед за нами не включили, потому что скорость была нормальной. Вы знаете, друзья, в 2018 году вновь мир облетела новость о страшной катастрофе авиационной, когда самолёт, вылетевший из Москвы, саратовских авиакомпаний, потерпел крушение. Все, кто находился на борту этого самолёта, 71 человек, погибли. И в чём была причина этой аварии? Причина была в нескольких факторах. Первый фактор, когда самолёт взлетал, командир отказался от того, чтобы самолёт обработали противобледенения. Они спешили. Был снег такой мокрый, обильный был снегопад. И перед тем, как взлететь, они забыли включить обогрев датчиков, которые показывают скорость. В конструкции самолёта эти датчики должны обогреваться, потому что когда самолёт набирает высоту, меняется температура, особенно такие погодные условия, то датчики могут обледенеть, воздух через них не проходит, и показания скорости неправильны, или они вообще отсутствуют. И вот ни он, ни второй пилот, они не обратили внимания на это предупреждение, датчики контроля скорости, они не включили обогрев. И вот самолёт взлетел, и они видят, что у них непонятные показания на приборах, что скорость падает. Но самолёт-то держится, благодаря тому, что он на скорости летит. начинается выяснение, что такое, почему нет нормальных показаний скорости. То скорость нормальная, то она опять ненормальная, то она пошла вверх, то она опять пошла вниз. Ну и пилот, естественно, разгоняет самолёт, он добавляет обороты. И на самом деле, друзья, на их показателях скорость шла вниз, но в реальности самолёт уже двигался со скоростью, которая была выше конструктивной. А затем пилоты предпринимают такой манёвр, чтобы разогнать самолёт, они опускают его, начинают как бы идти вниз, чтобы набрать скорость. И вот самолёт пришёл в пике. И когда он шёл в пике, эта скорость уже превышала ну все допустимые и недопустимые нормы. Катастрофа. Несколько лет назад большой самолёт, который вмещает несколько сотен пассажиров, ночью решили помыть. Его помыли, а эти датчики заклеили с таким, знаете, очень плотным скотчем, чтобы туда не попала вода. А перед вылетом этот скотч забыли забрать. И не имея показаний о скорости, этот лайнер также потерпел крушение. Вы знаете, друзья, наша жизнь сегодня это тоже своего рода скорость. Это спешка. Это быстрое движение. Библия говорит, что часто наша жизнь может быть похожа на суету. И возникает вопрос, не является ли Священное Писание вот этим, таким, знаете, очень верным определителем скорости нашего движения, не является ли оно может быть покрытым льдом, образно говоря, или заклеенным, или покрытым пылью, и мы не обращаемся к нему, чтобы померять свою скорость, с какой скоростью мы движемся, с какой скоростью мы живем. И вы знаете, друзья, нам очень важно знать эту частоту, эту величину, этот размер нашей скорости. Почему? Потому что в погоне, в движении, в спешке мы можем потерять главное. и вы знаете, иногда, когда уже человек набрал скорость, ему даже трудно определить, что же является главным. Что еще интересно, друзья, то, что мы живем в мире достижений, и человек так или иначе смотрит по сторонам и задается себе вопросом, чего достигли другие люди, а чего достиг «Я». В конце апреля правительство Канады всех граждан обязывает о чем отчитаться? О своих достижениях. Сколько кто достиг и сказать об этом правительстве? Сколько мы в этом году достигли? И вы знаете, вот, друзья, вот в этом мире достижений мы как бы так смотрим, чего другие достигли, думаем, а может быть, я не так достиг и не столько достиг, и начинаем опять разгоняться, чтобы еще больше достигнуть. Может быть, наши достижения не на материальное направлено, у каждого свои, но, друзья, мир наш это мир достижений прогресса, открытий, изобретений, каких-то технологий высоких, мы гордимся этим. Но вы знаете, друзья, в Новом Завете один раз упоминается слово, ну, в переводе в синодальном достигайте. Вот один раз употребляется это слово в очень таком интересном контексте. Знаете, в каком? Первое послание Коринфянам 14 глава 1 стих написано «Достигайте чего? Любви». «Достигайте любви». И помните слова Иисуса из Евангелия от Матфея 16 глава 26 стих, где Иисус говорит «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир? Вот достигнет всего». А дальше Господь говорит «Вот в этой скорости, увеличивая опять скорость, он повредит самому главному. Он повредит своему внутреннему миру, он повредит своей душе и в итоге потеряет вечность, потеряет спасение. Вы знаете, когда мы читаем Евангелие, когда мы читаем послание Павла и других апостолов, мы видим, что эта тема о достижении, главном достижении, она очень явно представлена. любви, так как-то мы устроены, что мы спешим, чтобы приобрести другое, но не спешим, чтобы достичь этой любви, чтобы почувствовать эту любовь, которая исходит от Бога к нам, и чтобы иметь силы и возможность любить, в первую очередь ближних своих, своих домашних, и людей, которые живут вокруг нас, которые злые, раздраженные, тоже спешат, и нам говорит, и вы спешите, нам некогда. А Библия говорит, что если скорость эту не сбавить, то можно плохо прийти, плохо закончить. Давайте откроем вместе с вами первое послание Коринфянам 13-ю главу. Первое Коринфянам 13-я глава. И Павел пишет Коринфянам в церкви, в которых было много разных и достижений, и приобретений, и переживаний. Он говорит им о главном. И вот что интересно, друзья, вот этот текст, который я уже упомянул, 14-я глава 1-й стих, достигайте любви. В переводе Кулакова говорится так, что главное, главное, это любовь, которую мы сможем проявить друг другу, к нашим близким, к братьям и сестрам в церкви. Это главное. И вот если бы не было этого разделения на главы, которые переводчики уже сделали, то мысль Павла продолжается. И вот он, вы все хорошо знаете этот текст, 13-я глава 1-го послания Коринфянам, сейчас мы его прочитаем, но именно это продолжение этой мысли, Павел говорит, достигайте, достигайте, пусть вашим достижением в этой жизни станет любовь. к Богу, к Богу, к себе. Это тоже немаловажно научиться любить себя. У нас нет времени на это, нет его. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я не звенящая или кимвал звучащая. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Обратите внимание, что Павел говорит о таких благородных поступках, но если у этих благородных поступков нет правильной мотивации, опять-таки правильной мотивацией единственной правильной является любовь, то Павел говорит, не надо этого делать, не надо этих жертв, не надо этих великих свершений. И дальше он говорит, любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное тогда то, что отчасти прекратится. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я опознал. А теперь пребывают все и три. Вера, надежда, любовь, но любовь больше из них. Достигайте любви». Знаете, когда читаешь эти тексты, сразу себе задаешь вопрос, обладаешь ли ты этой любовью? «Хочется иметь такую любовь». Далее Павел говорит о том, что наступит такое время, когда мы будем познаны, мы познаем, как Бог нас познал. То есть здесь переплетается любовь Божия, любовь человеческая, вот характер Бога и то, что Бог к нам испытывает, и как Он желает нас научить относиться друг к другу. Дорогие друзья, читая эти тексты, размышляя над ними, наверное, мы сегодня поставим больше вопросов, над которыми придется нам подумать уже в личных отношениях с Богом, в личных молитвах, в личных размышлениях, потому что только с Божьей помощью мы можем обладать вот этим, о чем только что прочитали. Но для того, чтобы, как сегодня Эдуард говорил о субботней школе, эти семена, чтобы они проросли, в первую очередь их нужно посеять, а во вторую очередь нужно создавать какие-то маломальские условия, чтобы вот эти семена в нашей душе раскрывались и развивались. Друзья, как я уже сказал в переводе кулаков, этот текст звучит так, любовь, вот к чему вы должны стремиться. И нам нужна действительно божественная мудрость, потому что мы живем в мире, где с нас спрашивают, где мы должны отвечать. Иногда мы должны заплатить, иногда мы должны успеть, иногда мы должны что-то сделать. И вот это все сопоставить правильно – это дар от Бога. Поэтому сегодня, когда мы читаем Слово Божье, Библия говорит нам не забывайте о том, что увлекшись мирскими достижениями, главное не забудьте достигнуть. Достигните этой любви. Почувствуйте эту любовь к себе от Бога. Выйдите на улицу, вздохните полной грудью, сейчас весна, поблагодарите Бога за это. И это вас тоже наполнит силой и вдохновением. Остановитесь утром в спокойной обстановке, не как форму, а как, знаете, как заряд какой-то, как необходимость. Почитайте Слово Божье и скажите «Боже, очень нужна Твоя помощь, очень нужна Твоя любовь. Боже, очень нужна Твоя помощь в искушении, когда сейчас хочется вот все, все, что вот накопилось за неделю или за рабочий день, придя домой и сказать кому? Самым близким людям и сделать их виноватыми в том, что у нас в мирских достижениях сегодня что-то не получилось. Евангелие 10 глава 41-42 текст. Мы читаем историю, как Иисус пришел в дом к Марфе и Марии. Чего хотела достигнуть Марфа? Помните? Она хотела приготовить большое угощение ну и в этом достижении, которое она для себя наметила она кого еще хотела так немножечко к этой скорости да она приходит к Иисусу и говорит Господи ты что ни в чем не нуждаешься тебе нет нужды ни в чем что меня Мария одну оставила служить на кухне а Господь ей говорит Марфа Марфа ты заботишься и суетишься как о чем там написано о многом ты вот много вот так много у тебя сейчас в твоем сознании в твоей голове ты о многом заботишься и суетишься так и написано Евангелие Луки 10 глава 41 текст Иисус говорит ей ответ Марфа Марфа ты заботишься и суетишься о многом а одно только нужно Мария же избрала благую часть которая не отнимется у нее друзья здесь не говорится о том что не надо готовить угощение что вообще надо перестать готовить есть сырые морковку и гуряк нет не говорится об этом здесь говорится о том что когда Иисус в доме и есть возможность посидеть и послушать то в первую очередь это нужно сделать друзья сегодня мы создаем эти моменты когда Иисус в доме когда Бог приходит к нам мы создаем эти моменты есть есть ли у нас время на это уже из последних сил собираемся вечером помолиться чтобы Бог нас сохранил на ночь ну и то хорошо вы знаете в этом контексте очень интересно звучат слова Петра 1 Петра 5 глава 7 стих давайте вместе откроем и прочитаем первое послание Петра 5 глава и 7 текст Петр пишет удивительные слова все заботы ваши возложите на него ибо он печется о вас скажите пожалуйста состояние заботы или озабоченности которая проявляется в наших вот этих скоростных суетных маневрах бегах действиях где оно сперва начинается где это состояние начинается оно сперва начинается внутри нас потому что мы видим что много разных забот и вот этот призыв говорит нам о том что научитесь вот такие отношения с Богом иметь чтобы можно было голову свою освободить и чтобы там осталось место для любви которую вы почувствуете от Бога для себя и которую вы сможете подарить другому человеку и не спешите не спешите в молитве мне очень нравится как один проповедник проиллюстрировал вот этот процесс когда мы молимся у нас за спиной рюкзак в рюкзаке камни каждый камень символизирует наши проблемы наши трудности и вот этот рюкзак большой и тяжелый и мы идем на гору на горе у нас встреча с Богом мы там молимся мы приходим к Богу наконец-то снимаем этот рюкзак открываем достаем эти камни и говорим господи вот смотри вот такая проблема вот такая проблема еще вот эта проблема еще вот здесь сложности еще вот здесь трудности все это рассказали потом эти камни сложили обратно в рюкзак, обратно себе на плечи и пошли дальше. Бог говорит, принесли эти камни ко мне, отдайте их мне, и я вам помогу. Потому что, друзья, реально без его помощи мы не сможем. И сегодня в этом мире, который морально, в первую очередь, человека заставляет взорваться, если мы не научимся возлагать наши проблемы на Бога, то как эти пилоты думают, что скорость маленькая, мы будем скорость увеличивать, а когда поймем, что сильно быстро, из пике уже выйти не сможем. Друзья, Господь говорит, у меня сила, у меня благословение. Возносясь из этого мира, когда Он жил на земле, Он сказал, мне дана всякая власть на небе и на земле. Поэтому пусть Господь поможет нам иметь нашим достижением вот эту любовь, о которой мы читаем, к Богу и ближнему. Пусть в нашем ритме всегда будет место для того, чтобы общаться, любить, оказывать знаки внимания, тепла, доброты, в первую очередь тем, кто близок к нам. А с Божьей помощью, наполнившись этой любовью, то же самое сделать и для тех людей, которые в этом мире тоже думают, что они двигаются медленно и скорость увеличивают. Нам очень нужна в этом Божья помощь. И Бог говорил, что если вы ко Мне придете, если вы обратитесь ко Мне, то я эту помощь вам дам. И эту силу вы от Меня получите. Поэтому, друзья, я хочу обратиться к вам с призывом. Всем нам, пусть Господь даст это желание, эту мудрость достигать любви Божьей. С утра находить время, днем находить время, вечером находить время, в субботу останавливаться, думать о Боге и возлагать на Него нашу скорость, чтобы мы конструктивную скорость нашего организма не превысили. И Бог обещал, что Он поможет. Он придет, потому что Он хочет нашего спасения. Пусть Господь нас в этом благословит и поможет каждый день нам чувствовать Его любовь, направленную к нам, и чтобы с этой любовью мы могли коммуницировать с окружающим нас миром. Давайте мы об этом помолимся. Приглашаю вас к молитву. Господи.